Подметут ли тарифы вслед за мусором? Сегодня Кировская природоохранная прокуратура услышала новогоднее пожелание горожан и начала его исполнять, наказывать куприт за мусорное фиаско и требовать своевременного вывоза отходов. На регионального оператора также ополчился и Роспотребнадзор. Управление начало административное расследование после нескольких сотен обращений жителей. Сегодня 14 января, это адрес Орловская, 4, водопроводная. И вот ситуация сегодня уже такая. Похоже, пейзажи сегодня в разных частях города. Больше всего гневных обращений за последние дни поступило от жителей в районе Лепси Юго-Запада. Кировчане остаются недовольны работой купритой, засыпает прокуратуру и Роспотребнадзор жалобами. Так, стражи закона направили в суд иск с требованием обеспечить своевременный вывоз бытовых отходов рекуператорам. Также на повестке актуальный вопрос перерасчета тарифа за вывоз ТКО за январь. Многие считают, что за такую работу платить по полному тарифу, мягко говоря, возмутительно. Эксперты, правда, не обнадеживают по поводу снижения коммунальной оплаты. Наверное, в городе Кирове добиться перерасчета будет крайне трудно, наверное, даже невозможно. Почему я так считаю? Потому что, если бы была, скажем, добрая воля и оператора, и властей, если бы они признали, что мусорный клуб все-таки случился, и услуга была оказана некачественной, они бы могли и в добровольном порядке эту услугу пересчитать и уменьшить плату для жителей. Областной Роспотребнадзор сейчас тоже проверяет Куприт. В управлении считают, что региональный оператор, помимо задержек с вывозом отходов, с начала года не предоставляет графики их вывоза. Если все нарушения подтвердятся, то акционерного общества ждут штрафы. Правда, максимальный размер наказания рублем для организации может составить всего лишь 10 тысяч за один эпизод. Впрочем, сейчас горожан больше волнует текущая ситуация, чтобы весь мусор вывезли как можно скорее.